Здравствуйте, дорогие друзья! На библейский портал Экзегет пришел следующий вопрос. Что такое скорби по плоти в браке? Кто не в теме, апостол Павел говорил своим адресатам, что хорошо быть так, как я, вам, то есть неженатым. Ну и не против, в принципе, не против того, чтобы вы женились и замуж выходили, но помните, что женатый будет иметь скорби по плоти. И, наверное, вопрос от неженатого или от незамужней. Потому что у женатого и замужней точно знают, что это такое. Ну, какой распорядок дня у неженатого человека? Встал, проснулся, зубки почистил, себе приготовил то, что хочешь. Все вещи лежат на своих местах, все предсказуемо, все ожидаемо. На работу съездил, поработал, домой вернулся. Куда захотел, туда пошел. Захотел, с друзьями потусил, захотел, в кино сходил, захотел, в театр, захотел, просто пришел домой и сразу лег спать. Или сидишь до 4 утра в какой-нибудь стратегии очередной, онлайн или самостоятельно. Хочешь – выпил перед сном, хочешь – не выпил. Живешь, в общем, в свое удовольствие. То есть, у тебя даже в голову не приходит, что вот эта повседневная свобода – это не то, что является естественным образом жизни для большинства людей. Как только ты выходишь замуж или женишься, ты уже себе не принадлежишь. Оказывается, что ты еще должен спрашивать у своей второй половинки, а можно я сегодня схожу туда-то и туда-то. И всегда это отпускание тебя будет с некоторым огорчением. Потому что, ну вот, я с ребенком сижу, ты там гуляешь. Нет, чтобы мне дать поспать не два часа в сутки, хотя бы три с половиной. Вот, всегда это будет некоторое огорчение. И после пятого-десятого раза это вылится в какой-нибудь скандал. И ты не будешь понимать, чего это она взбесилась, да, что ж ты такое, вот, не понимает она меня. Вот, и вот это непонимание того, что ты в браке не свободен, что ты теперь должен жить для другого человека, менять свои привычки, приобретать новые, которые тебе вообще не свойственны были. Для тебя это как-то было даже, с каким-то отторжением ты это поведение воспринимал. То есть, забыть о своем постоянном, вот, как я хочу, так оно и будет, до конца дней своих. Потому что, если ты в браке будешь настаивать на том, к чему ты привык до брака, вот, и раз я решил, то это и правильно. Кто же тебя остановит-то одинокого? Никто не остановит, раз что ты с мамой живешь там до сорока лет. А в браке очень даже остановит, потому что теперь твоя свобода ограничена ответственностью за других людей. За жену, за детей, за родителей жены, Труюродного брата жены, за коммунальные услуги, за ипотеку, за кредит, за работу жены, которую тоже надо делать, когда она не может, за мытье посуды. Нету, как нам кажется, обязательств мужа и обязательств жены. В семье каждый несет ответственность за тот или иной участок работы, если он его не может сделать, но это его проблемы, сделают завтра. Нету, ты должен постоянно думать, как облегчить жизнь второй половинке. Не напрягать его своими проблемами, не рассказывать страшных историй из жизни других людей, то есть своей жизни. Ему или ей так тяжело, ты еще негатив выливаешь на него или на нее. Вот послушай, какие ужасы творятся, а ты знаешь, как меня сегодня обидели, расстроили. То есть не видеть в ушах собеседника сточную яму, в которую можно выгрузить свою депрессию, свою печаль, свое уныние, свое раздражение и таким с облегчением уйти, а второй половинке с этим теперь жить. Надо ограничить даже желание облегчить свои душевные терзания. И для человека гордого это очень сложно. Опять же, появляются детки, надо уже квартиру побольше купить и в машину уже восемь человек не влазит, надо по... там, не сколько там... шестеро уже не влазит, надо побольше покупать. И работать, 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 работать на работе, работать до работы, работать после работы. Во сне тебе сны должны сниться, которые связаны с работой. Может, ты тоже что-нибудь получится нам разрешить, какая-нибудь тебе идея придет, как Менделееву, через 20 лет изучения этого вопроса. Работать, работать и работать. Походу, как-то молиться. Воскресный день. Уже нет, чтобы отоспаться после рабочей недели тоже. В храме тебе причащаться. Уже не причастишься, вообще у тебя сил не будет никаких. Ни жить, ни работать. И хотел бы ты и попономарить в храме, и с чечцом побыть, и быть в храме намного чаще, чем у тебя получается, а не выходит. Потому что в воскресный день иногда надо просто детей на озеро сводить, свозить, покупаться, погулять на лыжах, на коньках. Не всегда получается даже совместить с литургией. Сложно. Живёт с человеком женатому. Легко тому, кто вырос, допустим, в многодетной семье, и понимает, что брак – это не развлечение. Это не Диснейленд и не гарем султана, где всё тебе преподается по щелчку пальцев. Нет. Свободный человек заключил союз с другим свободным человеком. Теперь твоя свобода ограничивается свободой его. И надо привыкать. Привыкать к другому разговору, к другому образу жизни. Надо помнить, что брак – это не место, где тебя служат или тебя прислуживают, а это место, где служишь ты. И служишь с любовью. И не просто с любовью, кипишет апостол Павел, а любовью с нежностью. Не обвиняя со второй половинкой, что вот ты не исполняешь своих обязанностей, а я вот видишь, я герой, я тебе помогаю. Вот посуду раз в году помыл. Давайте. Я жду вашего рукоплескания. Помыл и помыл. Всё. Сделал хорошее дело, как для Господа Бога. Всё. Сделал добро. Пусти в воду и забудь про него. Не жди благодарности. Дело, что должен. И будет, что будет. Поэтому действительно апостолу Павлу жаль, что хорошие христиане, которые могли бы всю свою жизнь положить на дело проповеди Евангелия, служат своим семьям. Ну и семья, малая церковь. Семья – это место, где ты учишься быть небожителем. Ты учишься хотя бы одного человека любить так, как должен был бы любить весь мир. И если, как он пишет в другом месте, если ты в семье своей не смог привести порядок, то как ты можешь церковью управлять? Поэтому для каждого рукополагающегося пресвитера он ставил обязанностью иметь доброе слово от внешних, быть одной женой мужем, и чтобы малая церковь управлялась ими достойно. Если у тебя дома одни скандалы, одни возмущения и обиды, то будешь ли ты добрым пастырем? Смотрят на семью. Поэтому скорби блудут, но это скорби, которые и приносят свои плоды. Дерево, куст какой-нибудь, розу обрезают, навозом удобряют, красят, опрыскивают, обрезают еще раз. То есть, как бы, создают ему неблагоприятные условия для того, чтобы он вырос прекрасным. Вот так и наша жизнь. Что нас не убивает, делает нас сильнее. Что приносит нам некоторые жизненные сложности, делают нас духовно богаче. Если ты, конечно, готов воспринимать их как средство спасения, средство совершенствования. Средство, что уподобляет нас Господу Богу, который церковь свою называет невестой, который относится к нам и всем с любовью и с нисхождением. Поэтому пусть брак будет в школе любви, пусть брак научит нас жертвенности, состраданию, пусть из нашей сердец наши сердца избавят от гордости, от желания, чтобы все было только по-нашему, никак иначе, и сделать нас добрыми, кроткими, смиренными христианами. И так обрязчиваем в браке не только радость семейного счастья, но и Христа. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok